Команда «Колос» из Ставропольского края является серьезным соперником для видновского «Металлурга». Уже с первых минут хозяева задали высокий темп игре. Наглые, упертые, достойные, проверенные игроки, так что я думаю, что победа будет за нами. Обе команды были настроены только на победу, поэтому много атаковали и не давали друг другу проникнуть ближе к воротам для завершающего удара. После первых двух периодов счет в матче так никто и не открыл. В перерывах спортсмены получили важные наставления от своих тренеров и снова ринулись в бой. Вся игра была очень насыщенная, к сожалению, не обошлось и без травм. Обе команды, несмотря ни на что, реализовывали много опасных моментов и всеми силами защищали свои ворота. Мотобол – командная игра, которая приличает большинство людей своей эффектностью и зрелищностью. Наблюдать за футболом на мотоциклах, признаются болельщики, одно удовольствие. Мне в качестве эмоций хватает всего. В качестве профессионализма я сомневаюсь, что он отсутствует в данных командах, в обеих причем. То есть, в общем, игра очень интересная, очень колоритная. И на самом деле это настоящий мотобол, который он должен быть. Мужчины, мотоцикл, там все дела. Прекрасно. Нам очень нравится. Вот и мы в следующий раз обязательно приедем. В итоге, на радость болельщикам, «Металлург» одержал победу над Ставропольским колосом со счетом 1-0. Но хоть игра и завершилась в пользу видновской команды, Валерий Нефантьев уверен, что его подопечные могли бы сыграть лучше. Если честно, ничего не получилось. Потому что я честно думал, что будет игра более открытая, более наша будет игра. Потому что, видимо, очень психологически сильно перегорели. Потому что последние три тренировки просто творили чудеса. Я думал, они сетки порвают ударами. А в этой игре практически дальних ударов не было. Ответная игра «Металлурга» против колоса состоится 30 августа в городе Ипатова Ставропольского края. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно ЭТВ.